Так называемый депутатский экватор Одесский городской совет уже отработал 2,5 года. 48% одесситов не удовлетворены работой Одесского городского совета, а вот только 15% удовлетворены работой совета. Такая же история и с Одесским городским головой. Не удовлетворены работы 45,5% одесситов, а удовлетворены работы всего 21,5%, то есть практически в два раза больше. Выявлены самые злостные прогульщики. Из 24 сессий половину пропустил представитель партии «Зеленая Одесса» Вячеслав Круг и внефракционный Вячеслав Щербаков. Одна из обязанностей депутатов – отчет перед избирателями. В прошлом году из 120 человек рассказать о своих достижениях решили всего 23. Среди них самые ответственные члены фракции «Будущая Одесса» и «Фронтзмин». А вот Родина вообще проигнорировала отчетность. Это требование закона, и как вы видели из результатов соцопроса, это и пожелания избирателей. Кроме того, хочу подчеркнуть, что эти же нормы продублированы в уставе города Одессы, которым так гордятся очень многие депутаты и мэр города Одессы, но при этом, к сожалению, не считают нужным его соблюдать. Ситуация с отчетами намного лучше в областном совете. Здесь перед избирателями отчиталось 120 из 132 человек. Их даже можно найти в интернете. Правда, документы очень формальные. Пестрят ненужной статистикой, почти ничего не рассказывают о депутатской работе. Не обошлось и без курьезов. Например, депутат Игорь Квашнин поведал о выделении 7 тысяч гривен партии регионов на сбор жителей сел в рамках проекта «Народный бюджет». Хотя предполагается, что люди должны собираться на обсуждение сами. Регионал Сергей Иванников цитировал Фейербаха, а его однопартиец Сергей Гроха, будучи священнослужителем, поделился с избирателями личным. Получил почетный знак Украинской секции Международной полицейской ассоциации за мужество и профессионализм. Это архиепископ Балский и Ананевский. Возможно, реформирование системы и жесткая позиция руководства местных советов может исправить ситуацию. Ведь сегодня на официальных сайтах мэрии и облсовета зачастую невозможно найти даже биографию депутата. Валерия Наумова, Алексей Фисуненко, Новая Одесса.